Всем привет! Приветствую вас на нашем канале! Сегодня утром мы начали с того, что Яночка захотела отправить письмо. Она просто соскучилась по... Открытку! Открытку, да? Она соскучилась по своей тёте, которую мы уже больше года не видели. Последний раз мы её видели, когда она у нас гостила во Вьетнаме. Кстати, она ведёт свой канал, так что, кому интересно, я оставлю ссылочку, и можете посмотреть, что там и как у неё. Так как живёт она в Германии уже очень давно. И очень интересно рассказывать о своей жизни там, в Германии. Так что, кому интересно, я оставлю ссылочку. Переходите и смотрите. Ну, а Яночка решила нарисовать ей красивую открытку и отправить. Да, доченька? Да. И для этого мы приехали на почту. Почта России. Сейчас купим конвертик, всё заполним и отправим. Проходи, малыш. Доделываем последние штрихи. Нужно дорисовать, всё раскрасить. Вот, купили конвертик уже. Сейчас будем всё заполнять и отправлять. Ну, волосики тоже было ничего. Это такой летний снеговик, как Олаф. У Олова же не было ведра, а у него были волосики, помнишь? Вот. Ух ты! Не могу. Супер, супер. Всё, всё, отправила мышка, да? Да. Теперь будем ждать, когда дойдёт наше письмо. Да. Сегодня у нас такой интенсивный день. У всех какие-то работы, все разбились по группкам и занимаются своими делами. Сейчас покажу, чем мы занимаемся, кто чем, точнее, занимается. Вот. И вместе проведём так наш день. Ну всё, поехали. И в первую очередь пойдём посмотрим, чем у нас занимается Яночка, да? Яночка очень важным делом сегодня занимается. Помидоры делают. Помидоры делают. Пойдёмте посмотрим, что там Яночка у нас делает. Нужно сначала собрать помидорки, да, Янчик, чтобы заниматься помидорками. Да. Чтобы заниматься помидорами, надо сорвать помидоры. Ну иди сорви, баба Люда тебе показывает, какой красивый вырос помидор. Какой красивый. Вот так Молодец Какие красивые помидорки Прям такие ровненькие Смотри, какие хорошие Урожай хороший у нас помидорков? Мама, мама, смотри Смотрите, тут звездочка Звездочка, клади в тазик Какая красивая Но мама говорит, что из-за жары Все-таки не очень в этом году хороший Урожай бывает и лучше Вообще-то от жары у нас с малины больше всего Идем теперь их консервировать А у нас уже начались заготовки Баба Люда с Яночкой уже заготавливают Что, Янчик, вы тут делаете? Помидоры Помидорки на зиму заготавливают, да? Какие красивые у нас помидорки будут И все благодаря Яночке, да, Янчик? Что ты берешь? Скажи, что это за листики? Хрен? Кажется Как называется? Хрен Хрен Давай покажем, что мы с тобой тут делаем Вот так, травку накосили И теперь что нужно с травкой сделать? Отвезти ее на тележке, да? Ой, ты мой хороший Помогает маме, да, мой сладкий? Газоны мы косим Вот уже все в процессе Впереди еще много работы Но мы справимся Что, будешь косить? Будешь косить, малыш? Ну, давай, вставай за руль и поехали Нет, скажи, тележка роднее, да? Ну, ладно, давай Ты с тележкой, я с газонокосилкой Поехали Поехали Ой, ты мой хороший помощник Поехали, мой сладкий Поехали, мой ты любимый Справишься? Помочь? А надо сюда ехать? Ну, ладно, поехали Давай, помогу, конечно Как не помочь-то тебе Поехали Все, приехали? Едем дальше? Ну, поехали дальше Ты мой любимый помощник сладкий Мой ты хороший Пап, смотри, он тебе уже везет тележку Помощник Мужичок ты наш, надежный и опорный А папа у нас занимается тут тем, что делает люк Вот люк мы так и не доделали Ламинат положили А люк, крышка люка Так у нас и осталась пока Такая деревянная Ее нужно сейчас в ламинат облачить Вот папа сейчас этим занимается У папы сейчас сложная работа Нужно все очень аккуратно отмерить Отрезать, отпилить Но потом по итогу получится очень красиво Что, папа, сомневаешься? Да красиво получится в любом случае Вот, мы будем все равно довольны Потому что когда ремонт заканчивается Все равно все новенькое, красивое И все будут довольны В общем, папа занимается вот такими делами Здесь уже перед домом Мы уже все выкосили с Кирюшей Вот уже тут у нас прям европейский газон практически Красота Ну, теперь нужно еще в других местах Там в огороде между деревьями покосить В общем, работы сейчас много Будем все тут косить Потом покажу, как получилось красиво Ну вот, только захотела поработать Бензин закончился Приехала на дозаправку Папа сказал, что сейчас меня заправит Так что отлынивать от работы не получится А я-то думала, все, моя смена закончилась А нифига, мне сказали Много залью сейчас бензина Так что работай, Наташенька Ну что, Кирюш, будем дальше косить, да? Да, вот здесь Вот здесь закончился бензин Да, мой сладкий Вот прям здесь, да Нагодин, нагодин О, он все знает Он все знает Он уже старый механизм, он еще тут Молодец, молодец И это, и это, Кирюш Память железная Вот, когда я заправлялся, уже видел Все запомнил Ты мой хороший Слесный Мама Ой, ты мой Я тебя люблю Все, Кирюш, заправились Можно дальше ехать в поле Ну, поехали, мой хороший Смотри, какой у меня помощник вообще Все, и обратно Ух ты, Боже мой Ух ты, Боже мой Давай, Кирюш, давай Надо обратно ставить сумку, да Эту, мешок И она тут тоже помогает, да Давай сюда, Кирюш Давай, сумку, сюда Мешок этот Умничка моя, давай, ставь Ты моя группа поддержки Ну что, очередной газон я уже покосила Сложность тут была в том, что здесь у нас улики стоят Я к ним, конечно, близко сильно так и не подходила Ничего там не скосила Вот, потому что они летают И мне страшно, что они меня укусят Поэтому пусть эта травка остается им Ну, а так, в принципе, все Чистенько, хорошо получилось Ну, в общем, идем дальше Ну, а газонная травка, которую мы скосили с Кирюшей У нас тоже не пропадает Мы ее не выбрасываем, естественно Мы ее выкладываем вот в парниках Под огурцами, под помидорами Вот так застилаем землю А у нас рекламная пауза Ой, какая ты ловкая Давай, малыш Ну, почти, почти Подальше вставай Оп, молодец Почти Почти, о, Янка пропустила Давай, оп Мам! Давай Мам! Да, котик Мам! Мам! Ну, я уже на финишной прямой Это последний газон у нас И если сейчас я его скошу То все Все покошено Все красиво Немножко мы его запустили С этим ремонтом кухни Поэтому смотрим вот так это до И сейчас покажу, как будет после Ну, что не получится у меня сегодня докосить газон У меня на газонокосилке тут оборвался тросик И все, косить я не могу Поэтому газон сегодня мы откладываем Самый, конечно, сложный участок у меня остался Мы немножко запустили этот газон Ну, теперь ладно Надо сначала отремонтировать газонокосилку А потом уже будем косить Ну, сейчас я иду тогда другими делами заниматься Меня тут позвал Денис ему помочь Поэтому мне нужно сейчас туда бежать А мы снова на чердаке У нас здесь практически романтическое свидание Проводку делаем Сейчас в гофру провода засовывали Вот это мы сейчас будем освещение на кухне делать здесь Тянем провода на кухню Чтобы было там светло А это мы уже нашу вытяжку нарастили Ну, дальше будем дальше думать, да? Чуть не дальше делать В общем, пока вот так у нас вытяжка выглядит с кухни Но это не финальный, конечно, вариант Мы будем еще что-то придумывать Сейчас просто решили оставить пока так А потом что-нибудь еще придумаем Потом вам покажем Газонокосилку мне отремонтировали Поэтому мы с Кириллом идем сейчас косить Солнышко как раз уже немножечко меньше светит Вот, поэтому мы сейчас идем докашивать наш газон Поэтому сегодня все-таки получится докосить Просто Денис сказал сам справиться там на чердаке Поэтому я решила, что там сидеть Я буду косить газон Поехали, малыш Ох ты мой маленький помощник У тебя мой хороший У тебя мой хороший такой Давай я тебе помогу Давай Давай я тебе помогу Поехали Погнали Кирилл не отпускает газонокосилку Хочет прям сам косить Просто у него не хватает сил ее толкать Поэтому я у него вроде как ассистента Но я надеюсь, что ему скоро надоест Это он устанет и пойдет бегать А я уже спокойно докажу газон Вообще это место у нас, наверное, одно из самых красивых на участке Так как здесь у нас получился прям такой сосновый лесок небольшой И несколько елей мы там еще посадили Это у нас получилось все так спонтанно Мы проводили здесь время, когда была пандемия Так получилось, что мы уехали из Москвы И задержали здесь, потому что как раз ввели карантин И все сидели по домам И так получилось, что мы сидели здесь, в этом доме, на этом участке Началась весна, и мы решили, что это отличное время, чтобы посадить елки Мы выбрали сосны и посадили там их в несколько рядов Мы сами не ожидали, что сосны так хорошо примутся И так быстро пойдет рост Что они вымахали за эти, можно сказать, 4 года до такого состояния И там уже, когда подходишь к ним ближе То прям такой запах хвои, такая свежесть, так приятно пахнет И кроме того, эти сосны защищают наш участок от ветров Потому что наш участок находится на возвышенности И постоянно обдувается сильными ветрами И вот такая красота у меня получилась Ну здорово, почти идеально Вот так мы с Кирюшей сегодня потрудились Отличный газон получился Вот такой у нас интересный день сегодня получился Такой влог из деревни, хорошо иметь домик в деревне Вот так мы потрудились сегодня Ну пора нам уже и отдохнуть Поэтому на сегодня мы с вами уже прощаемся Увидимся теперь в следующем видео Не забывайте писать нам комментарии, ставить лайки И обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались Ну все, пока-пока!